здравствуйте сегодня мы поговорим с вами об очень актуальной теме это произношение слов а именно об ударениях ударение это больное место даже для грамотного человека для начала я вам приведу список слов при произношении которых ошибаются 90 процентов русскоговорящих людей вы прочитаете эти слова так как вы считаете нужным после чего я вам дам правильный вариант и вы посмотрите относитесь вы к этим 90 процентам или нет прочитали давайте прочитаем проверим поехали аэропорты баловать балованный включим вручит да нельзя жалюзи завидно звонит исчерпать каталог красивее налита намерение насорит обеспечение принудить согнутый средствами шарфы торты договор как вы заметили ударение в русском языке разноместное она может падать как на первый слог например средства может на второй например звони может на 3 каталог может падать на 4 асимметрия и так далее это и приводит к ошибкам в русском языке такой проблемы не существует во многих языках например во французском языке во всех словах ударение падает на последний слог или например в польском ударение падает на предпоследний слог в области ударений нет никаких правил есть только тенденции давайте рассмотрим некоторые из них заимствованные слова произносятся так как первоисточники например маркетинг феномен фоксимили пуловер произносится как и в английском языке а слова пришедшие с французского языка произносятся с ударением на последний слог жалюзи фетиш диспансер и другие давайте рассмотрим еще одну аналогию вы неодушевленных существительных мужского рода который заканчивается налог ударение всегда будет падать на последний слог например монолог каталог некролог диалог только одно исключение аналог ударение не падает на последний слог еще одна тенденция существует в кратких прилагательных и кратких причастиях ударение в этих словах в женском роде падает на последний слог например весел весела веселый прав права правы занят занята заняты та же тенденция существует и в глагольных формах прошедшего времени женского рода например брал брала брали гнал гнала гнали занял заняла начал начала слова исключения клала и крала вот еще ударение по аналогии русском языке существуют слова с неподвижным ударением это значит как бы не менялась форма слов ударение должно оставаться на одном слоге например слова торт торты съешь кусочек торта шар шарфы у меня нет такого шарфа бант банты средства средства средствами аэропорт аэропорты еду из аэропорта договор договоры шофер шоферы и другие слова вот еще одно правило в сложном слове который заканчивается на слову провод в самом слове провод ударение падает на первый слог но если это сложное слово например такое как нефтепровод или такие слова как газопровод ударение уходит на последний слог поэтому нефтепровод газопровод мусоропровод но электропровод ну и конечно надо сказать о самые часто встречающиеся ошибки в русском языке это слово звонит а многие произносят его как звонит это неправильно звонит звонишь звонят можете запомнить это следующим образом во все глаголы где корень звон ударение никогда на корень падать не будет поэтому звонят звонишь звонит звоните и другие слова хотя в принципе это слово подчиняется правило по аналогии если в инфинитиве который заканчивается на пить ударение падает на и то в личных глаголах формах личных глаголов ударение будет падать всегда на окончании например если включить то значит он включить ты включишь а вы включите и так далее или например повторить ты повторишь он повторит повторите туда же относится и слово звонить поэтому звонит звонишь и звоните правил в области ударения как таковых нет многие слова нужно просто запомнить давайте посмотрим одни из самых встречающихся ошибок в русском языке например не договор а договор агрономия баловать но насчет баловать есть своя тенденция то что как бы ни менялось слово удаление мы на бал не ставим например баловать балованы избалованы избалованы и дети кроме слова балами в этом слове уже можно поставить удаление на первый слог так еще гражданство завидно исчерпать а не исчерпать квартал а не квартал кстати в этом слове многие считают что из-за того что у этого слова два значения то и ударение в каждом значении разные например если это местность то квартал например четвертый квартал а если это связано с экономикой квартал как временной отрезок то ударение падает на первый слог это неправильно в любом значении в этом слове удаление большое нужно падать только на последний слог квартал и все так намерение новорожденной а ненаворожда яный оптовый оптовый у этого слова тоже есть оондарение пары на первый слог оптовый ударение падает на 2 слог авторек ударение падает на 3 принудить углубить ходатайство христианин а не христианин щавель а не щавель эксперт итак соблюдайте нормы произношения мы заключим договор в следующем квартале закрой жалюзи плотнее он сам тебе позвонит позвонят ли они это еще вопрос ли лекция вот-вот должна начаться простите она уже началась они балуют своих детей а потом мы удивляемся что дети получаются балованы эта девушка намного красивее съешь как кусочек торта где у вас мусоропровод сегодня мы с вами обсудили одни из самых часто встречающихся ошибок постановки ударений словах русского языка конечно это далеко не все проблемные слова поэтому советую вам чаще заглядывать в архоэпические словари и удачи вам в учебе и вообще не мусоропровод сегодня я мусоропровод мусоропровод